Всем привет! Сегодня я расскажу, как сделать ваше видео на смартфон плавнее и, соответственно, качественнее, при этом не потратив на это огромного количества денег. Сейчас смартфоны есть практически у всех, многие снимают на них видео, в этом есть свои плюсы и минусы. Долго рассуждать на эту тему не буду, скажу лишь, что лично я стараюсь этого не делать. Я не являюсь сторонником мобильной съемки и, в принципе, не очень люблю снимать на смартфон. Мне кажется, что мобильная съемка подходит для очень ограниченного количества сценариев, в первую очередь потому, что в телефоне маленькая матрица и для того, чтобы выжить из нее более-менее нормальный материал, нужно очень много света. То есть снимать можно либо на улице, желательно в хорошую погоду, либо в большом, хорошо освещенном помещении. Если света недостаточно, картинка начнет очень сильно деградировать, при этом абсолютно не важно, какой у вас смартфон, айфон, самсунг или хуавей, результат будет всегда плюс-минус одинаковый. Вернее, одинаково плохой. Плюс ко всему, широкий угол мобильной камеры подходит далеко не для всех типов сюжетов. Но, опять же, если постановочным съемками вы не занимаетесь, я не думаю, что это можно считать за минус. С другой стороны, я отлично понимаю, что на стороне мобильников в первую очередь удобство. Мобильник существенно меньше, чем любая, даже самая компактная беззеркалка. И, скорее всего, куда бы вы ни пошли или не поехали, он всегда лежит у вас в кармане. Ну и, конечно же, еще одно важное преимущество мобильников – их не надо настраивать. Даже на продвинутых камерафонах нечасто увидишь ручные настройки. И даже если они есть, я вообще, честно говоря, никогда не видел, чтобы кто-то ими пользовался. Обычно смартфон достают из кармана, включают камеру и начинают снимать. Ну а вручную выставлять параметры экспозиции на телефоне – это то еще удовольствие. И, честно говоря, я сам никогда бы этим заморачиваться не стал. Но при всех моментах, которые я сейчас озвучил, я не могу не согласиться с тем, что качество мобильных камер в последние годы очень сильно выросло. И, в принципе, купив какой-нибудь Xiaomi за 10 тысяч рублей, на улице можно делать вполне вменяемые фотографии. Конечно, фотки, которые вы получите, будут далеко не идеальны, но для социальных сетей или инстаграма они вполне подойдут. А большей части пользователей, на мой взгляд, ну, в общем-то и не нужно какого-то сверхвысокого качества. С видео ситуация, к сожалению, не такая безоблачная, потому что большинство смартфонов бюджетной ценовой категории, да и средние, наверное, не имеют нормальной системы электронной стабилизации. То есть они просто не могут снимать плавное видео с рук. И в результате мы получаем примерно вот такие кадры. Чтобы этого избежать, требуется дополнительный гаджет, так называемый электронный стабилизатор. Я уже делал видео про такие штуки, их сейчас производит огромное количество компаний. Но в данном случае я буду рассказывать про одну из самых дешевых моделей, присутствующих на рынке. Это Sine Pure C11. Компания Ziyun производит это устройство. Стоит он порядка 5 тысяч рублей. Найти сейчас дешевле что-то адекватное, на мой взгляд, достаточно трудно. Из того, что я держал в руках, дешевле продают Mozu Mini S. Но с точки зрения общего уровня качества и качества материалов, она проигрывает этому стабилизатору. Там и пластик похуже, и видно, что в целом производитель экономил на всем, на чем только можно сэкономить. Sine Pure C11 тоже выглядит достаточно бюджетно. Комплектация у него прям совсем минимальная. Даже нет штатной треноги, без которой вам будет не очень удобно его настраивать. Но зато материалы более-менее нормальные. Пластик достаточно крепкий. И в принципе все необходимые функции в нем есть. Итак, для начала расскажу, как это вообще работает. Стабилизатор оснащается трехосевым подвесом. Соответственно, в нем есть три мотора. И они управляют движением устройства по трем направлениям. Когда смартфон начинает отклоняться, гироскоп фиксирует изменения в его положении. И в работу включаются моторы, компенсирующие это движение. В результате смартфон остается примерно в том же положении. Соответственно, все дергания, рывки и прочие негативные моменты сглаживаются. И на видео мы видим плавную и приятную для глаза картинку. Это и есть главная задача стабилизатора. Конкретно SignPier C11 может снимать в четырех разных режимах. Есть режим панорамирования, когда стабилизатор повторяет ваше движение и разворачивается только по горизонтальной оси влево и вправо. Есть так называемый POV режим, или как его еще называют, режим от первого лица, в котором он повторяет все ваши движения. Ну и вдобавок есть режим полной блокировки осей и возможность отслеживать объекты, которые попадают в объектив камеры вашего смартфона. Это удобно, если, к примеру, вы снимаете себя, что-то вещаете на камеру и при этом двигаетесь. Стабилизатор будет делать так, что камера будет постоянно следовать за вами и держать вас в поле зрения. Это на самом деле очень удобно. Управлять всем этим делом можно через мобильное приложение ZeePlay. Это приложение от компании Zeeune. Изначально оно разрабатывалось именно для стабилизаторов, продающихся под брендом Zeeune. Но, как ни странно, SignPier здесь тоже поддерживается. Соответственно, вы получаете весь его функционал со всевозможными таймлапсами, гиперлапсами и прочими интересными фишками. И теперь пару слов об эргономике. К сожалению, сейчас у меня под рукой нет других стабилизаторов, чтобы сравнить. Но, субъективно, мне кажется, что этот стаб немного крупнее Vilti Freevision M и Osmo Mobile, которые я тестировал ранее. Соответственно, в вашем рюкзаке он займет немного больше места. Это не очень здорово. Также у него нет курка на передней стороне, который возвращает смартфон в исходное состояние. Я просто привык, что эта функция была практически у всех мобильных стабилизаторов, которыми я пользовался. Здесь этого нет. Соответственно, за это небольшой минус. Здесь за эту функцию отвечает кнопка моция. На нее надо нажать два раза, и стаб вернется в исходное состояние. Сначала это немного непривычно, но со временем адаптируешься. В начале ролика я уже говорил, что треногу в комплект тоже не положили. Даже какую-нибудь самую простую, вшивенькую, маленькую. И если у вас это единственный стабилизатор, вам, наверное, будет не очень удобно его настраивать. У меня просто много подобных девайсов, поэтому я взял треногу от другой модели и спокойно настроил стаб. В принципе, можно это сделать и без нее, но получится чуть менее удобно. В общем-то, по минусам, наверное, все. Больше мне в глаза особо ничего не бросилось. Смартфон сюда можно поставить достаточно крупный. Я тестировал Huawei Mate 20. Это большой и увесистый девайс. Каких-то проблем с недостатком мощности или с ограничениями, связанными с размером смартфона, я не увидел. Абсолютно нормально все работало. Снимать было удобно даже с нижних ракурсов. Причем снимать можно как в вертикальном, так и в горизонтальном положении присутствует селфи-режим. Для этого надо просто перевернуть крепление. Впрочем, я думаю, что уже много рассказал про техническую часть и предлагаю посмотреть, на что способна эта модель в реальных условиях и как она стабилизирует картинку. Продолжение следует... Собственно, вот таким образом ваши видео могут превратиться из таких вот в такие. В данном случае я использовал стабилизатор Sine Peer C11. Если вам интересно узнать подробнее про эту модель, ссылку я оставлю в описании. Он достаточно хорошо сглаживает картинку и при этом стоит минимальных денег. Плюс ко всему мне понравилось качество ее сборки, качество материалов. Если сравнить его с другими бюджетными стабилизаторами, он выглядит несколько предпочтительнее. Хотя, если совсем экономить, можно, конечно, взять какую-нибудь Moza Mini S, но по материалам будьте готовы, что она будет чуть-чуть хуже. Ну, на этом, пожалуй, все. Если вам интересна тема моноподов и стабилизаторов, кликайте на колокольчик, чтобы не пропустить наши следующие выпуски. Напоминаю, что вы смотрели geekinside.ru. Увидимся в следующих видео и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok